Хотелось бы хорошей плодотворной работы пожелать всем нам и приступаю к своему докладу. Первый доклад будет посвящен раку щитовидной железы, эволюции и лечения. Хотел бы сказать немного о эпидемиологии рака щитовидной железы, о том, что это является действительно очень актуальной проблемой, о том, что появление одинакового количества пациентов как мужского, так и женского пола, и на сегодняшний день мы понимаем, что прирост этой заболеваемости есть повсеместно. Хотелось бы сказать о том, что данная нозология связывает вокруг себя очень узкие специальности, о которых я вкратце скажу далее, которые представлены на данном слайде, и мы тесно работаем с каждым из этих направлений, с каждым из этих узких специалистов, и от работы совместной с этими специалистами зависит исход и результат лечения данного пациента. Есть определенные постулаты, стандарты обследования, диагностики, лечения у пациентов. И хотелось бы на слайде представить данные о том, что самым важным всегда считалось объем хирургического вмешательства в лечении и в диагностике этих пациентов. Ранее никогда так особо не уделялось внимания для диагностики ввиду того, что было очень скупо, и были очень скупые данные о самом заболевании. Но эволюционно мы двигаемся вперед, и мы понимаем, что помимо объема хирургического вмешательства, который мы постоянно обсуждаем, у нас существуют еще и другие возможности. В связи с тем, что развивается иммуногистохимическая, молекулярная генетика. Это позволяет нам двигаться дальше, появление новых препаратов, позволяет нам двигаться дальше и в направлении радиотрезистентной и пациента с отдаленными метастазированиями. Диагностические, тот слайд, который представлен, это те возможности, которые мы на сегодняшний день имеем, о которых далее я вкратце скажу. Гистологическая классификация рака щитовидной железы представлена в виде различных видов дифференцированного, высоко дифференцированного, низко дифференцированного медулярного рака щитовидной железы. Конечно, мы уже чаще всего встречаемся с высоко дифференцированным раком. Реже всего это медулярный рак, ну и, конечно, остальные формы рака мы встречаем реже. И в последнее время мы участили случаи встречи у пациентов обнаружения метастатического поражения щитовидной железы другими раками. Возможности иммуногистохимического исследования и определения генетического профиля опухоли позволяют на сегодняшний день определить дальнейшую тактику ведения пациентов. На данном слайде представлена идея этого слайда в том, чтобы показать не сам, саму таблицу, а именно то, насколько у нас продвинулась иммуногистохимия и молекулярная генетика. Это позволяет сегодня определить сигнальные пути и пути, которые необходимо будет решать в процессе лечения данной категории пациентов, особенно те, которые сложны. Определение берав мутации, которая имеет возможности дальше прогнозировать жизнь и длительность жизни пациента, позволяет нам все-таки определить какой-то прогноз и двигаться дальше во обнаружении и лечении данной категории пациентов. Возможности диагностики. С чем мы столкнулись на сегодняшний день? На сегодняшний день та узкая специальность УЗИ-диагностика, о которой мы всегда говорим, она позволяет сегодня увеличить свои возможности. Более того, арсенал того, что сегодня представлен УЗИ-специалистами, он имеет очень большие ожидаемые результаты и дальше продвижение. Мы видим, что возможности сонной эластографии, определение эласта типа, определение эласта типа по плотности узла, по цвету, можно определить уже и наличие злокачественного образования. Определение ТИРАЦ, классификация, о которой мы уже все знаем и без которой мы уже не можем, определение при эхоструктуре, при форме окружности, при включениях, определяется количество баллов. На основе этих баллов мы можем определить ТИРАЦ-1-2-3-4-5, мы можем определить наличие злокачественного опухоли, либо мы видим какой-то злокачественный потенциал и подозрение. Остается, конечно, нерешенным то, что фолликулярная опухоль, это цитологическое исследование, которое мы частенько получаем, мы не можем на сегодняшний день точно определить, фолликулярная опухоль, есть там рак или нет. Это, конечно, впереди. Но что-то нам скажет сейчас о новой еще также методике, которая уже не является на самом деле новой, а только хочется рассказать о том, что сейчас есть возможность выполнения контрастирования щитовидной железы при помощи препарата, который обладает возможностью накопления именно в этом узле щитовидной железы, который создан именно на основе серы. Эта возможность позволяет определить, есть ли злокачественная опухоль и градацию ее. И действительно, может быть, на вопросы ответит в будущем о том, что возможно ли определить фолликулярную опухоль злокачественной или доброкачественной. Цитологическое исследование БИТ-теста, о котором мы говорим, мы уже без этого не можем. Также мы уже опираемся на то, что при получении какого-то цитологического исследования с другого стационара обязательно должно быть указано, какая БИТ-теста. Мы без этого уже не планируем пациентов. Классический подход, о котором я не буду останавливаться, и мы понимаем, что самым важным и новым, то, что мы видим, это, конечно же, продвижение радиотерапии, радиотрезистентность и таргетная терапия. У радиотерапии есть свои плюсы и минусы. Конечно, будет очень грустно, когда мы, направляя пациента, ожидаемые результаты и контроль над отдаленными метастазами можем получить при лечении при помощи радиотерапии. Но когда происходит ситуация, и мы видим, что у нас не помогает, а мы получаем еще лейкоз, конечно, это очень сложно, тяжело и очень грустная ситуация. Появился радиотрезистентный рак, о котором мы много говорим сейчас, о том, что есть терапия мультикиназными ингибиторами, о том, что до 15% пациентов появляется радиотрефрактерность именно при лечении радиоактивным йодом. И мы видим таргетные препараты, которые позволяют на сегодняшний день нам именно относиться к этому достаточно ответственно. Есть препараты, о которых хотелось бы сказать, это сарафинип или инватинип, которые позволяют на сегодняшний день нам планировать лечение данных пациентов. О том, что есть препараты, которые проводили лечение ранее, у них эти препараты оксана, цисплатин, доксорубицин, те препараты, у которых короткий длительный ответ и действительно очень низкая частота ответа. Эти препараты позволяют лечить данных пациентов. Хочется сказать о том, что ингибиторы теразинкиназы это препараты, которые действительно блокируют сигнальные пути, позволяют нам уменьшить передачу, именно передачу тех сигнальных путях, о которых говорится и будут говорить далее после меня мои коллеги. Медулярная карцинома, с которой мы сталкиваемся и в последнее время достаточно часто, о классификации и о том, какие формы рака мы, конечно, все знаем. И хотелось бы остановиться о том, что действительно есть различные формы рака медулярного, с которыми мы сталкиваемся. И основными моментами при лечении и диагностике является, естественно, методика, которой чувствительность ее является от 50 до 80%. Это выполнение пункционной биопсии с наокальцитонин. И хотелось бы сказать об исследовании, которое говорится о том, что наши коллеги при выявлении и от 500 до 1000 выявлении уровня базального кальцитонина предлагают все-таки выполнять диссекцию. И говорит о том, что появление медиастинальных и отдаленных метастазов. Конечно же, основным является раково-мбриональный атиген, который коррелирует при выявлении его дооперационного вмешательства и при наличии отдаленных метастазов. Ну и вот на данном слайде представлена таблица, где наши коллеги предлагают выполнять объем операции. Та терапия, о которой я говорю, таргетная терапия и включение препарата в эндотоним, по которым сегодня мы действительно получаем такое количество информации, мы видим удивительные ответы у тех пациентов, которые распространенные, на следующий день позволяет нам говорить о том, что мы тоже уже есть возможность продвижения дальше. Этот препарат, который позволяет нам держать контроль над таким заболеванием, как медулярный рак щитовидной железы. Достаточно агрессивная, очень грустная картина, когда мы видим запущенные формы рака, и мы не можем отправить их на йотерапию, потому что они чувствительны, являются невысокодифференцированным раком щитовидной железы. Ну и понятно, что ключевым механизмом развития медулярного рака является аномальная активация рецепторов тирозинкиназ. Ну и зная то, что есть и факторы эпидермального роста, факторы эндотелия, рецепторы эндотелия, и наличие и работа данного препарата, конечно же, воздействие его именно направлено на то, что происходит с учетом этих рецепторов эндотелия и факторов рецепторов, именно этих рецепторов роста. Хотелось бы сказать о том, что имеется механизм прямой и непрямой воздействия данного препарата. Он представлен на слайде, все сигналы, о которых говорится, над которыми работает данный препарат. И хотелось бы сказать о том, что данный препарат продемонстрирует клиническую эффективность при спорадическом и врожденном медулярном раке щитовидной железы, что является на самом деле для нас очень важным. Возможности вандотаниба в зависимости от мутации в генеэффективности его не зависит. То есть мы получили то, что выживаемость действительно достоверно лучше, значительно. Достоверно повышает частичный ответ. При выполнении и при исследовании биохимических показателей мы видим, что при появлении этого препарата мы можем контролировать показатели, как кальцитонин и РЭА. То есть мы достоверно видим, что он увеличивает частоту биохимических ответов. Хотелось бы указать также на отдельное направление, о котором мы будем говорить дальше. И будем на это, конечно, упираться, опираться и стараться это делать. Это локальное воздействие, когда мы видим отдаленные метастазы. Это очень-очень большое направление. Ну и хотелось бы последний мой слайд посвящен тому, о чем очень важно. Важно это то, что на сегодняшний день мы встречаем пациентов с различными формами рака, диморфный рак. Это очень грустная картина, когда пациент появляется у нас, и мы видим, что у него помимо медулярного рака, помимо анопластического рака, мы видим еще высокодифференцированный рак. И очень большая ошибка возникает у наших коллег, у докторов, когда мы видим, что пациент пришел, получил лечение радиоактивным йодом, а у пациента анопластический рак, который не позволяет длительность, отмену препарата, йод лечения и затем наблюдение, супрессивная поддержка. То есть надо обязательно уделить внимание вот этому направлению, потому что оно является, на мой взгляд, очень серьезным и очень важным. Благодарю вас всех за внимание. Спасибо. Спасибо.